В стенах Молодежного центра Дворца культуры «Спартак» состоялся семинар, организованный Министерством образования Республики Дагестан с целью проведения итогов и анализа всей проведенной работы за текущий год, а также составления плана государственных программ на следующий. В частности, уделили внимание вопросу совместной деятельности органов, уполномоченных по проведению организации борьбы с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму и идеологического воспитания молодого поколения. На совещании принимали участие работники администрации муниципального образования города Хазавюр, представители органов внутренних дел, социальной защиты, здравоохранения и комитетов по делам молодежи по предупреждению о социальных явлениях у детей. Задача стала, я делась перед нами, это была работа семьи, родственники, которые склонны участие и участвуют в террористической и экстремистской деятельности, выявление учащихся в проведении которых появляются признаки радикальных религиозных взглядов. И так, на 20 октября 2016 года в Республике по данным правоохранительных органов 1145 таких семей, в которых воспитывается 1710 несовершеннолетних. Совместно с представителями муниципальных АТК и комиссией по делам несовершеннолетних при МВД и ПРД была проведена огромная адресная работа с такими учащимися. Участники совещания обратили внимание на необходимость развития отецного взаимодействия всех заинтересованных органов исполнительной власти Республики, родительской общественности и образовательных учреждений в организации совместной профилактической работы, позитивного досуга обучающихся, минимизации на них неблагоприятных социальных влияний и моделей поведения. Когда приходит сотрудник полиции в форме и говорит вот вашему мальчику, вашу девочку мы хотим отправить в лагерь, естественно у родителей какая будет реакция. У нормального родителя скажет, никуда я своего ребенка не отправлю, хоть он ворует, хоть он гуляет, уходит из дома, я его никуда не отпущу, пусть он сидит около меня. Поэтому, а когда приходит учитель или в школе учитель объясняет родителям, вот давайте вашего ребенка в лагерь, где кормит, где за него присмотрит, где он чему-то хорошему научится, ну то есть постановка другая вопроса и от кого это исходит. Выступающими было отмечено, что работа по преодолению негативных тенденций в подростковой среде должна осуществляться преимущественно на стадии первичной профилактики, которая ориентирована на выявление лиц рискованного поведения и принятие необходимых предупреждающих мер по оздоровлению их образа жизни. Два часа, три часа ее врачи должны заниматься профилактической работы, но сам материал еще раз надо пересмотреть, что мы даем. И Елена Магомедовна Рассовна есть договоренность, если получится, хотя бы курс оповещения и квалификации, опытные, кто знает эту тему, все учителя будут проходить, мой Минздрав готов совершенно бесплатно, один час или два часа. По словам участников, одними из таких мер является взаимодействие образовательных, культурных, правоохранительных и религиозных учреждений, а также разработка методических материалов по повышению эффективности мероприятий, проводимых образовательными учреждениями, направленных на формирование негативного отношения к экстремизму наркомании, распространение духовных ценностей, гражданственности, патриотизма и толерантности.